В православии уже здесь, на земле, уже, говорит, человеку, человеку. Ты понял? Где суть? Вот, верно, верно, там, в душе. Вся работа должна состоять именно в этом. Но что же главное здесь? Вы знаете, опять парадоксальное утверждение в православии. Опять парадоксальное, я вам скажу. С одной стороны, да, мы должны, кажется, трудиться, бороться с своим самолюбием, скажем так. Своим самомнением. Своим «я», проще сказать. Но вы знаете, удивительная вещь какая. Чем больше человек борется, действительно борется. Вот сейчас сдержался я. Надо было ему ответить. Вот так он сказал мне. Она мне сказала. Ай, маменька, ну и народ пошёл. Тридцать на меня напали. Я одна отгавкалась. Какой же народ-то пошёл? А надо чего хорошая. Тридцать перегавкала. Ну и народ пошёл. Сильнее не придумаешь, пожалуй. С одной стороны, кажется, человек действительно должен услышать единственный путь, по которому можно только немножко исцелиться. Это путь, действительно, борьбы с самим собой. Но! Что парадоксально? Чем больше человек борется, тем больше он убеждается, что он может сдержаться вот в этот момент. Может быть, другой, третий. А потом опять свалился. И так почти во всём. Ну, кроме самых уже каких-то, знаете, такой грубятин, что и говорить не о чём. Допустим, человек воровал, да, ну, перестал, может быть, воровать и так далее. Но это ещё связано с чем? С этим телом всё, с этими внешними вещами. А внутреннее? Чем больше борется человек, тем больше он убеждается, оказывается, что он не может. Что ж тогда? Как говорили немцы, капут. Да? Да, во всех религиях так и было. Или ты что-то делаешь, и тогда ты окажешься в царстве блаженства. Если ты не делаешь добра и прочее, ты идёшь в гиенну. И вдруг христианство предлагает нам нечто необразимое, о чём только что мы сейчас говорили. И разбойник ничего правой не сделал. И вдруг услышал – сегодня же будешь со мною в раю. За что? Верно. За что? Первое. Первое. Он действительно осознал, что достойное по делам своим получает. И сказал об этом... Кстати, левый разбойник, извините, он так себя не чувствовал. Рвался с креста, поносил Христа. Если ты, Сын Божий, сойди и нас тоже спаси. А если нет, так и пошёл ты, и так далее. Вот, видите, интересно. Он осознал достойное по делам моим. Кстати, отвлекаясь, хочу сказать. О, если бы мы, все люди, когда с нами происходит что-то, что мы называем скорбями, болезнями, когда неправды, когда обиды. Да сколько скорбей! О, если бы мы, когда происходит скорбь... А что такое скорбь? Своего рода крест. Сказали бы, достойные по делам моим. Как редко можно об этом услышать. За что это мне? Это он виноват, она виновата, все виноваты, кругом виноваты. Я один праведный. И у меня, видите, скорби какие. О, как много! Мы не придаём значения. Господи, достойные по делам моим, я получаю. Первое. Второе, что мы встречаем здесь. Что означают слова «помяни меня, Господи, когда Ты придёшь в Твоё царство»? Что означает-то это? Это означает, что Он видел, всем Своим нутром ощущал, что Он достоин чего? Преисподней. Ну-ка, кто из нас достоин? Я никак, нет, нет. Ну, хоть маленький уголочек, знаете, там. Ну, чуть-чуть, но в раю я буду. Ну, ещё бы! Как Феофан Затворник великолепно говорил, сам дрянь дрянью, а всё твердит. Я не такой, как прочие люди. Разбойник, видите, что чувствует не языком, как мы часто это болтаем, прости, Господи. Грешные. Да, грешные. Попробуй, тронет в меня грешного. А действительно сказал, ты меня, Господи, помяни там, потому что я там никогда не буду. Я знаю, где я буду. Что это такое? Это на христианском языке и называется смирением. Вот он увидел себя. И именно вот эта полнота видения себя таковым. Вы слышите, полнота действительно. Ещё раз повторяю, это были не слова пустые, которые мы часто произносим. А действительно, видение это себя таковым. Оказывается, вот это достойное по делам своим. И я достоин только ада. И обращай, не помяни меня, Господи. Ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. По христианскому учению, вот, оказывается, что спасает человека. Вы слышите? Ничего он не смог уже делать, разбойник. И не сделал. Всё. Что спасает человека-то? Боже мой! Оказывается, только осознать, что я действительно грешный человек. Осознать, что я действительно, никакого уголка рая мне и быть не может. Стыдно подумать даже, чтобы мне какой-нибудь уголок рая срам, чтобы со всеми святыми там во свете я со всеми своими гадостями и там уголочек рая. Ну, а как же? Кто богослов, кто священник, кто архиерей, кто монах? О, как же! А где же ещё быть-то? Я уж недаром смеюсь и говорю, я написал «Посмертную жизнь души» книжку. Я говорю, а почему написал? «Ну, я там был». «Да, и что?» Я говорю, ну, в раю так посмотрел, знакомых почти никого нет. А в ад как сошёл, одни знакомые. Причём снизу доверху. От мирянства до самой высоты. Вы знаете, красота просто. Знакомство сплошное. Я просил, нельзя ли остаться, уж больно хорошо. Мне сказали, «Обожди немножко, скоро мы тебя сюда посадим вместе совсем». Я был утешен надеждой. Вот, оказывается, что будет христианство. Что он каких поклонов наделал? Молитву он много прочитал? В церковь ходил? Крестился, причащался? Да? Что он сделал? Нам показан такой пример, такой урок, кажется, которого достаточно, чтобы мы поняли, что такое православие, то есть, что такое спасение. Нет! Нет! Я вот кофизму вот, псалтере начну читать, столько-то молитв вычитаю, в храм вот я постоянно хожу, посты соблюдаю, «Господи!» И нищему копейку подал. Давай мне лимончик. Давай, Царство Божие, мне. Торх с Богом! Как у нас сидит там это всё во внутрях наших! Всё наши добродетели! Когда мы совершаем грехи, то осознание какое? Как будто Бог этого и не видит. Когда я делаю хоть что-нибудь, что в моих глазах является добрым, то, конечно, вот он, Господь Бог, Он и смотрит! Вот он! Да! И давай мне, Господи, награждай меня! Суть православия, оказывается, в чём? В приобретении вот того душевного состояния, которое проявилось такой силой у правого разбойника, которое проявилось с ещё большей глубиною у кого? У великих святых! Не случайно же сейчас привёл примеры Макария, Пимена, Сесоя, к чему они пришли? Увидели действительно, что они ничего не достойны! Только одно! Одно только милость твоя, любовь твою, Господи, может спасти! Вот почему мы почитаем крест Христов! Потому что здесь выразилась эта потрясающая любовь Божия! Мы увидели, что эта любовь реальная, а не просто словесная! Это не просто милосердие! Слышите, ещё раз повторяю! Судья милосердный! Милосердный! Ну что ж, я милосердный! Но есть пределы всему на свете! Не милосердие просто! Уж несправедливости говорить нечего! А любовь! Вот высочайший закон нашего человеческого бытия! Вот он! Спасается кто? Кто увидит всю свою грязь души! Непрерывно причём! Не ежедневно, а ежечасно! Чуть не ежеминутно! в наших душах происходит что происходит? Тот, кто это именно увидит! Тот, кто искренне осознает! Тот, кто искренне покается! Чем спасается? Вот чем оказывается! А не делами самими по себе! Дела только тогда имеют смысл и значение! Любые дела! Милосердие! Воздержание! Все наши, так сказать, выполнения церковных предписаний только тогда! Подчёркиваю! Когда они приводят человека вот к этому состоянию видения своей греховности и надежды только на Бога! Если этого нет, всё обессмысливается! Один из святых так и сказал! Телесный подвиг, если он не соединён с душевным подвигом, сейчас объясню, то он более вреден даже, нежели полезен! Потому что рождают в человеке самомнение, тщеславие, гордость, осуждение! Я не такой, как прочие! Не такой, как прочие! Я православный! А эти бомжи кто? Хм! Сидят! И ругательство, и бутылка! Всё у них, всё! А я-то! Жалкие людишки мы! Да ты ходишь в храм, а в храме что ты делаешь? Только знаешь, осуждаешь, да рассматриваешь, да бродишь по всему миру! А сколько секунд ты помолился в храме? Или чётко вот так пермираем, как молния, какому Богу неизвестно! Недаром же святые отцы говорят, молитва, совершаемая без внимания, является оскорблением Бога! Это всё равно, как если бы человек подошёл разговаривать с другим человеком, а сам отвернулся бы от него и начал говорить с другим, или тем более к начальнику пришёл, да, ваше вашество, вот я пришёл, то это так и отвернулся от него и давай там разговаривать. Что это было бы? Оскорбление Бога! И этим оскорблением мы непрерывно занимаемся! Неужели это не повод осознать себя, кто я? Есть замечательное высказывание преподобного Симеона Нового Богослова, одного из святых православной церкви, который сказал следующее – тщательное исполнение заповедей Христовых, то есть понуждение себя, тщательное исполнение заповедей Христовых. Вот что делает? В любой религии, я вам дам ответ, не православной, а в любой другой религии, кстати, не только религии какой-нибудь, а, например, в католицизме, протестантизме и во всех других религиях тщательное исполнение заповедей, что становились святым. А что ещё? Святым, конечно! Он что пишет? Вы подумайте, что он пишет, сейчас я вам скажу! И увидим, что такое православие. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает мне мои немощи и грехи. Вот это да! я-то думал, святым стану! И во всех религиях именно так! В католике даже догматическое учение о заслугах перед Богом. Если исполняй заповеди, так я смотрю, что со мной будет. Прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай. А здесь что пишет, Боже мой? А оказывается, мне открываются мои немощи. А как это понять, кстати? Как? А очень просто. Очень просто. Я всё решил. Решил. Больше никогда объедаться не буду. И вдруг такой стол. Ну, ладно, другой раз. Другой раз не объемся. Больше никого осуждать не буду. И мне говорит, вы знаете, эта тварь что сделала? Как? Ну! И поехал. Господи, вырвали. И так одно за другим. Только решившись, только приняв решение жить по заповедям, я наконец увижу себя, насколько я способен жить по ним. Слышите? Мы не приняли никакого решения. и поэтому не видим своих грехов. А если вы только приняли решение, всё! Ещё раз вам говорю, по заповедям не осуждай, не лги, не клевещи, не буду перечислять. Вот кто начинает увидеть свою немощь. Не могу! Не могу не объедаться, не могу не осуждать, не могу не раздражаться, не могу не завидовать, ничего не могу. Да что ж ты тогда? Ты понял, кто теперь ты? Или не понял всё равно? Какая великая истина выражена столь блестяще Симеоном, преподобным, новым богословом. Тщательное исполнение заповедей Христова открывает человеку его немощи. Да-да-давай-давай, исполняй заповеди. Ну-ну, исполняй. Ну что ж ты? Ну, исполняй. Только воздержался и уже тут же в десять раз больше. Потому все святые, великие святые и действительно оплакивали, оплакивали свои грехи. Вот, оказывается, что. А что происходит? Вот оно, где православие, а не в этой форме. Господи, ну что мы, православие, это храм, это ржественное богослужение, это такое пение, такое каждение. Ой, Боже мой! Да вы что, думаете, у язычников хуже, что ли, было? Великолепнейшие были храмы. Такие чудо! Почитает деяния апостолов, как в Эфесе. Там что-то показалось язычникам, что обидели их богиню Артемиду. Помните они? Два часа стояли на площади и вопили за всей мочи. Велика Артемида Эфесская! О, ревность какая! Правда была? Герострат сжёг один храм Артемиды. Ну, так вот, его имя осталось. Хотя суд приговорил его предать забвению это имя. Великолепные же всё были! И храмы, Господи, и культ, весь, что вы! И жрецов было сколько угодно, и молитвы они все читали. И скрестные ходы, только не крестные назывались, торжественные ходы ходили, всё, и изображения у них тоже не иконы, эти статуи. Всё на свете это было! Всё было! Это внешнее! А внутри-то что было? Этого не понимали! Вот, оказывается, кто может только соединиться с Богом! Подобное соединяется с подобным! Это надо заметить, помнить! Так вот, Бог показал крестом своим, что главное, главное – любовь и потрясающее смирение! Любовь и смирение! Вот те две категории, если хотите, те два основополагающих свойства, которые приносят человеку спасение! Если этого нет, ничего вам не поможет! Никакие дела! Хоть город сверните! Вот что такое православие, оказывается, если говорить о самой сути! А если не о сути, то можно говорить, вы знаете, четыре года семинарии, сколько год лет академии, аспирантуры, и всё всё равно не скажешь! Но если вот этого не будет, что проку тогда будет от нашего православия? Ну, хорошо, энциклопедию богословскую в голове сидит, и что дальше? Похоронили, и всё рассыпалось. Что проку? Дай мне сердце твоё, сыне! Вот что! А не и это всё! Но скажу только ещё одно. Без молитвы нет религии вообще. Без молитвы ни о каком православии речь не может даже идти. Молитва – это единственное, что соединяет мою душу с самим Богом. Но молитва является только та, только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Для того, чтобы приобрести это, надо трудиться. Никто не сможет сразу с вниманием. Ну, никто не может же! Ну, это же каждый же знает, кто пытался читать молитвы. Никто не может. Трудиться надо! И вот Царство Божие приобретает тот, кто трудится. Трудится над чем? Вот, оказывается, над чем. А ведь мы можем подменить чем угодно. Вы знаете, сколько было подвижников, которые не ели, не пили, искали тысячи поклонов, я не знаю, чего делали, жили в пустыне и впадали в самомнение так называемую прелесть. Почему? А вот по той причине внешний подвиг, ой-ой-ой, какой был великий, а внутри вместо того, чтобы прийти к видению своей негодности действительно и смириться, самомнение уже, я уже близок к Богу. Забыли, что первым признаком, прошу запомнить, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. вот, оказывается, что о непереживании благодатных даров Божьих, а то ещё и дары такие чудеса и прозорливости. Кстати, святые относились к этим дарам, чудесам, прозорливости, как к чему-то совершенно неважному. А у нас что в народе? Ой, прозорливые! И всё, и дунули. Больше нам ничего и не надо. Язычники настоящие стали. Вы слышите, о чём мы говорим? Православие, православность с язычниками ищут прозорливцев и чудотворцев. Больше ничего нам не надо. Вот беда-то. О душе никто и не думает. Вернее, очень, очень мало людей, которые действительно думают именно о душе. вот так. Ну, извините меня, я слишком вот... Я в всё время говорю, никогда не давайте свободу слову профессорам. Их потом невозможно остановить. Это безобразие вообще. Вот так. Извините, что я... Наверное, я всё просрочил, да? 16 минут. Что, что? Сколько ещё? 16 минут. Только вы... Что-то с русским языком у вас плохо. Надо говорить 16 минут, а вы... Ну, что же вы так это... Какая жалость, да. Я думаю, что эти минуты можем отвести на те вопросы, которые вас интересуют, потому что надо всё-таки дать возможность вам спросить. если можно коротко. А католичество? Вот принципиальное какое-то отличие? Всё понял. Уместный мой вопрос. Всё понял, да. Принципиальные отличия, я уже одно из них назвал вам. Я сказал, что спасает человека и что является самым главным в католицизме. В католицизме учение о заслугах человека перед Богом. Например, вы идёте около Лавроси. Там нищие. И ему раз и дали копейку. Так, уже на счетах заслуга. А если вы иконостас позолотили, о, какая заслуга! А если вы приняли монашество, то это уже сверхзаслуга. Сверхзаслуга. А что такое сверхзаслуга? То есть вас не только хватает заслуг для спасения, а уже ваши заслуги Папа Римский может передавать другим, у кого не хватает. То есть идея какая? Вы подумайте только, когда я знаю, что у меня заслуги пред Богом. Интересно сказать бы это Сесою Великому. Он бы бедный, вот тогда бы он тут же бы умер. От одной такой мысли. это такое состояние человека, когда я уверен, что у меня заслуги перед Богом. Да мне нужен тогда спаситель? Извините. Мне нужен наградитель. Меня спасать не в чем. У меня заслуги. Это же, понимаете, какие разные вещи. Одно дело, меня надо спасать. я где-то проштрафился, меня могут в тюрьму посадить. Помогите, спасите. И другое дело, я жду награды. Вы знаете, я что сделал? Я сделал то-то, то-то. Почему мне орден не дают? Разница какая! Мне уже спаситель не нужен. Спаситель нужен кому? Утопающему, попавшему в беду, а у которого добрый дел полной заслуги. Он ждет только наград. Недаром Достоевский братья Карамазовых в своей повести о великом инквизиторе великолепно показал эту психологию. Психологию, которую выразил великий инквизитор. Там Христос не произносит ни одного слова, кстати, прям гениальное произведение. И он там пишет и говорит этот великий инквизитор. Да, что надо людям? Власть, авторитет. Вот так. Католичество – это совершенно омерщенная религия уже. Совершенно омерщенная. Ну, вот я постоянно это говорю и на лекции, и всюду говорю, ну, что такое, сидим в ресторане, представляете, с католиками, там, на Западе. Значит, я толкаю профессор, и говорю, что? Ну, вот сейчас у нас будет месса, месса мы вечером, вечером, шесть часов. Я говорю, вы что, причащаться, что ли, будете? Конечно. А папа разрешил один час поста. Я говорю, сжечь вас надо после этого. Ну, они меня знают, уже смеются. и, слышите, папа, кто такой уже? Господь Бог. Час неедения. Вы знаете, для жвачных животных час не пожевать, это невозможное дело. Человеку час поста перед причастием. Какой подвиг, о, Боже мой! Пошли, причаются, конечно. Сказали, полчаса нам дойти до костёла, и полчаса-месяца, и всё в порядке. И причастились. Чего? Вот. Ну, не говорю вам уже о том, что, когда избирается папа. Вы знаете, кто такой папа? Папа обладает, догматическое его учение, обладает возможности непогрешимого объявления христианских истин, то есть, безошибочных, если точно переводить. Он обладает, имеет право, и это делает. Ни один собор не имеет никакой силы и власти, хотя бы там почти 6 тысяч епископов. Если папа не скажет «да», хорошо, скажет «нет», всё рассыпается. Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, наш великий мыслитель 19 века, так и говорил, это кумир, это идол, это идол в католицизме. И верно. Посмотрите в интернете, когда папа куда-то едет, посмотрите, что творится. Что творится? Не дай Бог к нам приедет. Сколько у нас людей начнут смотреть вот такими глазами, да, а уж с ним приедет тысяча корреспондентов и так далее. Это будет такая пропаганда, такое внушение, что избави Бог. Папа – это действительно идол, которому поклоняются люди. И вот сейчас эти последние папы прямо пробивают эту идею единого Бога во всех религиях. Что это означает? Это означает уничтожение всех вероучительных истин. Потому что невозможно же, принимая Христа, согласиться с теми, которые Его отвергают. Например, для иудаизма Христос – это лжемессия, понимаете? Лжемессия. Для нас Христос – это Мессия, Спаситель. Что нужно сделать, если мы одного Бога? Убрать всё это, все истины. Таким образом, христианство останется без Христа. Кстати, что делается сейчас в Соединённых Штатах, в Европе? Какая идёт непрерывная кампания против именно Христа? там никто не поздравляет друг друга с Рождеством Христовым. С Рождеством! Не вздумайте Христовым! Идёт прям борьба настоящая. Вот. Вот эта идея единой религии, единого Бога, единой религии, она прямо направлена против христианства. Потому что для христианства без Христа нет христианства. А здесь уже это одно из первых, что должно быть удалено непременно и обязательно. И почему я об этом говорю? Кто же инициатором явился за кампанией? Иоанн Павел Второй. Начал эти конференции проводить. Теперь они будут продолжаться непрерывно и со всего мира съезжаются представители всех религий. Да? Всё? Да? Да? У меня вопрос. Хотел сначала поблагодарить вас. Нет, нет, не надо. Это потом. Хорошо. Значит, у меня три вопроса. Вот вы сказали, молитва... Три сразу нельзя, по одному. Молитва с вниманием читается. Она, насколько я понимаю, ведёт к трезвости. Нужно ли также и жизнь прожить именно с вниманием и с вниманием ко всему? Есть ли в этом какое-то стремление молитвы? Ваш вопрос. Нет, не надо никакого. Только молиться с вниманием, а жить как угодно. ну что вы. Я понял. Нет, это просто ведёт к второму вопросу. Вопрос уже о образе. Но только тогда вопрос именно, а не такой вот этот. Ну что вы. Так, пожалуйста. Второй момент это введение в образ. Вот если, допустим, святогорца, я не помню, как его называли, Никодим, внутренняя брань, он значит... Невидимая. Невидимая. Да, извиняюсь. Невидимая брань. Там он рассказывает о одинице, да, то, что у него появились первые образы, впоследствии они появились у Адама. Адам был создан безобразным, а внутри, то есть, как вот здесь понимать вот эти вот... Зачем вам это надо? Господи, оставьте вы все эти вещи. Вы знаете, что осталось совсем немножко жить? Немножко, но я хотел бы... Это нам никто не имеет никакого значения. Образы без образов. Господи, зачем это? Это пусть вот эти богословцы, этим делать нечего, и пусть они этим занимаются. Хорошо, тогда третий вопрос, хотя я не понял. Тогда почему мы тянемся к католицизму, ведь наша вера достаточна, это вера наших отцов? То есть, если... Не знаю, кто тянется к католицизму, я удивляюсь, даже если кто тянется, это люди, которые совершенно не понимают, значит, православие. Они не понимают сути православия. Если бы они понимали хоть немножко, так они бы сказали, в ужас бы отошли бы. Ну, что вы! Какой католицин, когда один человек... Мы даже... Если бы был, например, Макарий Великий бы даже, и если бы он сказал что-нибудь не так, чем говорят святые отцы, мы бы сказали, извините, Макарий Великий ошибается. Папа римский? Безошибочный. Избирают грешного, обычного человека, слышите? И он вдруг становится непогрешимым. В силу чего? Что вы избрали папа? Кстати, любопытный момент. Знаете, где происходит избрание? В Сикстинской капелле. Это капелла, в которой, если бы только посмотрели бы, какое там изображение, как его это... Микланджело. Это же был бы человек злющий. Каким-то, да. Это же только посмотрите, дикие телеса эти огромные. Всё. Там только на это посмотришь. Господи! И там его избирают. Но достойное как раз. Место достойное. Грешный избирает грешного. И он этот грешный получает право непогрешимых решений. Неужели одного этого недостаточно? Что мы делаем? Что вы? Избавь Бога! Мы только то считаем за истину, что... Где находим? Знаходим, что множество отцов, святых, а не каких-нибудь, утверждают это. Вот это критерий. Тогда это понятно. Святых! А здесь Иезуит стал на трон. И пожалуйтесь вам. И перед всеми телекамерами он, посмотрите, умывает ноги беженцам. Перед всеми телекамерами мира. Вы слышите? Прямо по Евангелию. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Да? Нет. Видите, какой я? Какой я? перед всем миром. Встречает свои 80-летия с кем? С бедняками. Опять перед всем миром. Услышите? Это уже фарисейство, доведённое до предела. Иллюзия. Ах! Ой, какой! Ой, какой святой! Боже мой! Уже люди потеряли что-то, я не знаю, все ориентиры, что ли? Перед телекамерами умывать ноги. Подумайте только. Изображать. Вот что значит язык. Молодец. Да, настоящий. Так? Вот любовь. Когда включаешь внимание к сердцу и какие-то совсем другие дела делаешь, когда разумом одни дела, когда внимание к сердцу и дела о любви начинаются, любовные. Это неправильно, я так размышляю. Нет? Подключение сердца. Вот можно так послепить, а можно по сердцу. Сердце. Что-нибудь, пару слов. И еще не по-другому. Вы знаете, одно дело, когда мы по каким-то нашим внешним чувствам относимся к человеку, к животным. Это естественное биологическое чувство. мы и кошку жалеем, и собаку жалеем. Здесь нет ничего того высшего, о чем говорит христианство. Вот. Это жалость. Вот что такое это. Но это еще совсем не любовь. Любовь проявляется тогда, когда когда мне человек мне человек насолил, когда я на него не обижусь все-таки. А то еще даже что-то доброе ему сделаю. Даже помолюсь за него. Это не я. А я люблю любящих меня. А кто меня не любит, глупые люди. Ничего не понимают. Нельзя разделять эти вещи. Вот в чем дело. Мы должны умом следовать заповедям Божьим, а к сердцу относиться с очень большой осторожностью. И не смешивать. Одно дело, ту любовь, которую заповедовал Христос, с той жалостью, которую мы можем проявлять ко всему окружающему. Даже к дереву. Когда его срубили там и что-то такое. Разные совсем вещи. Истинная любовь. Но это уже просто так уж я говорю, о которой нам и говорить нечего. Любовь возможна только по искоренении страстей. Потому что любовь есть высшее добродетель. Высшее в каком смысле? В том, что она приобретается, она возникает в душе человека только после того, как человек победит свой эгоизм, свою привязанность ко всему земному, свой гнев, свои все пристрастия. То есть, когда победит этих трёх идолов. Каких? Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. До тех пор, пока этого не побеждено, ни о какой именно любви божественной, то есть, вот той совершенной любви, и говорить нечего. А это жалость. Ну что, жалейте. Ну так устите. Я жалел, пожалел человека, а он мне отплатил этом. Я говорю, ну и негодяй же ты после этого. Ох, какая у меня любовь сразу возникла. Правда? Пламенная любовь к нему. Я ему столько сделал, а он, слышите? Ох, как я люблю. Не смешивайте любовь и жалость. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok